Всем привет! Сегодня серия. У меня серии такие, типа, с огромными промежутками во времени, скажем так. Тут, естественно, уже большинство персонажей, которых вы не знаете, наверное, и даже не наверное, а вроде как не знаете. Вот. Ну вот, у меня тут конкурс сладостей. Вот. Ну, в общем, как-то так. Так. Кстати, вот в СИМ-фестивале, честно, мне они не очень нравятся, потому что они, во-первых, очень-очень долго проходят, и меня немножечко не радует. Вот. Так. Это Пэйн, ну, кому интересно, потому что вы её не знаете. Насколько я помню, вы её не знаете. Это Пэйн. Пэйн Мёрн. Вот. Она мать-одиночка. У неё есть маленький сыночек по имени Кайл. У Кайла, по-моему, её фамилия. Да. Вот. Это маленький Кайл. У него вот такой как будто макарон на голове. В общем, такая прическа интересная. Барашек. Вот. И... В доме, в семейном доме. По-моему, я вам его как-то показывала. Давайте съездим. Вот. Это вот комната. Пэйн. Тут вот разговаривают её сестра, её папа. Я на диване. Ну, и логично... Ну, вообще, когда Кайл только родился, он был маленьким, вместо дивана здесь стояла его кроватка, и было нормально. Ну, как бы... Скажем так... Вполне себе места хватало. Здесь в ванной ставили пенальный столик, и всё было нормально. Но, естественно, ребёнок растёт. Естественно, ему этого пристрастия будет в любом случае не хватать. Тут есть, конечно, ещё комната одна. Гостевая, как бы, комната. Но... И... Пэйн могла сюда переехать, в принципе. Вот. Отдать своему ребёнку ту комнату, или наоборот. Но она подумала, что она уже взрослая, скажем так. Ну, тем более. Да. И должна жить уже отдельно. Она не хочет как-то... Не знаю. Не то, чтобы зависеть. Она всё равно самостоятельный человек. Просто живёт с родителями. В общем, она решила съехать. Ну, и, собственно, таким образом она оказалась вот в этом доме. Она его взяла в ипотеку. Потому что ей не хватало денег на дом. Вот. Плюс тут ещё надо было делать ремонт. Ну, и, в общем, родители, конечно, сказали, мы тебе немножко поможем. С ремонтом, по крайней мере. А вот... С остальным она уже справляется сама. Тем более, у неё есть своя юридическая фирма. И все дела. И, в общем, она, в принципе, хорошо зарабатывает. Так что... Дом двухэтажный. На первом этаже находится небольшое что-то типа прачечный. И санузла совмещенного, скажем так. Две гостевые комнаты. Дом немножко не достроен. Извиняюсь за подстроение звуки. Потому что у меня открыто окно. И под окнами орут дети. Так что я не виновата. В общем, на первом этаже находится, собственно, прихожая, гостиная, кухня. Совмещенная со столовой и две гостевые комнаты. И прачечная вместе с санузлом. На втором этаже находится, собственно, детская комната. Спальня. Пейн. И ещё две ванны. В будущем. Ванна, которая идёт из её комнаты. И просто ванна. Возможно, потом как-нибудь в будущем ещё здесь. Может, какая-нибудь комната достроится. Какая-нибудь. Хотя не знаю, что ещё можно сюда построить. Поставить. В общем, такое. Немножко уже обжитое. Будем считать, что это какая-нибудь поделка, которую делал Каин. Возможно, в садике. Тут стоит гладильная доска. Лежат поглаженные вещи. Тут игрушки стоят. И тут вот немножечко сад уже. Как-то задний двор. Немножко тоже обустраивается. Вот здесь вот стоит джакузи. Бассейна тут, к сожалению, нету. Поэтому стоит джакузи. Всё нормально. Всё логично. Вполне себе. Здесь вот, например, столик. Ещё в будущем здесь будет гриль стоять. Сюда поставлю, наверное, сушилку куда-нибудь для вещей тоже. Ну, в общем, пока что всё обживается. Вот это всё будет в дальнейшем. Это Нелли. Сейчас я вам покажу. И вы её тоже, наверное, не знаете. В общем, Нелли тоже родила. И тоже мальчика. В общем, у меня какое-то это поколение мальчиков. У меня в одном поколении, в котором рождаются деточки, у меня, у всех персонажей, в поколении будет по одному ребёнку. Потому что я понимаю, что я задолбаюсь играть за всех, отыгрывать всех персонажей. Потому что это всё равно каким-то боком на это очень долго. Потому что, например, вот эти все персонажи, которые у меня есть, кроме, по-моему, Нейтана. Да. У всех уже все черты характера. Я жду уже, когда они... Я их смогу отпустить на пенсию. По крайней мере, вот эту вот мадам точно. Это Мэйвис. Она мать Нейтана, Кристи и Пейн. Кстати, получается, Нейтан, Кристи и Пейн, они самые взрослые в этом поколении. И они уже ожидают, получается, следующее. То есть, в поколениях, честно, очень-очень путаешься. По крайней мере, я так точно. Давайте... Так, подожди. Так, вот давайте сделаем. Вот. Всё семейство, кстати, Дэн и Дэн, они уже вышли на пенсию вместе со своими мужьями. Дэн и Дэн. У них родилось два мальчика, сыновья. Дэн, ну, вы точно должны знать, что у него мальчик. Он родился как раз-таки в последней серии. Мы ждали рождения, по крайней мере, я. Вот. И он пока что находится вот. Вот это он, Ноэль. Так вот я сейчас и сделаю. Вот. А это Джейлс. Он сын Дина. Нерп. Знакомьтесь, да. Имена, реально имена. И персонажи моих, конечно, это Атас. Потому что... Одного зовут Бустон Бёрнтли, по-моему, я его назвала. Ну, как бы логично, что Бустон, это больше похоже на фамилию. Но не тут-то было. Это имя. Это Нерп. Он, собственно, отец ребёнка Пэйн. Так что тут всё вот так вот. Собственно, это семья Пэйн. Да, тут остались только Кристи. Это Мэйвис и Джейкоб, если я не ошибаюсь. Да. Собственно, Джейкоб, он... Отец всего этого семейства, логично. Мэйвис его и жена. И ещё у него трое детей. То есть поколение, где должно быть у него по одному ребёнку. Они, во-первых, самые старшие. Во-вторых, у них трое детей, как бы. Самое, наверное, большое количество детей, это было четыре ребёнка. И это было, собственно, у основателей, скажем так, этого всего дела. Не то, чтобы я играю в династию, но они, получается, основатели династии. Это Патрисия... Ой, прошу прощения. Это... Кассандра и Норвел. Вот. Неловко. Вот так. Вот, собственно, Саймон маленький. Нейтан переехал сюда по делам. Вот он. Он вообще вот отсюда, вот тихое пристанье, да. Но он приехал сюда по делам. Естественно, семья его приняла. Но это же семья, не огромная семья. И он... У них очень большой дом, но это всё хорошо. Так что он приехал открывать новую кофейню. А Пэйн ещё была тогда беременна. Она приехала просто за компанию. Вот. Нейтан тут остался, а Пэйн уехала. Это всё персонажи. Вот как раз таки бустом. Вот так, да. Очень страшный и странный персонаж. Это все персонажи, которых я создала. В пары будущих персонажей, которые у меня есть одиночки. Не все, конечно. Потому что, например, вот моя любимая Шая. Она мне очень нравится. Вот сейчас, например, она вообще такая зайчика очень... Это персонаж-эксперимент. У неё были, наверное, разные прически, странные прически. Макияжи, одежда. Такой персонаж-праздник-эксперимент. В общем, она невеста. Они помолвлены с моим человеком, с ним, с Джонатаном. Вот. И потом после Нелли я её возьму в оборот, и они поженятся наконец-то. И у неё будут дети. Это Лия и Тори. Тори, правда, необычное имя для девочки. Вот. Тори. Они сёстры, и они дочки Вики и Люцифера. То есть у них тоже не один персонаж получился, ну, ребёнок, а двое деток. Ну, вот так вот. Ну, и вот Пэйн и Кайл. Потом, конечно, как бы я их всё равно собираюсь с Нерпом женить. Хоть так вот получилось, но вот. Это что-то вот как-то так. Да, персонажей огромное количество. У всех надо отыгрывать. И, конечно, этим заниматься-то очень сложно. У меня в загашнике, скажем так, 11 серий всего лишь у меня есть. Это 12-ая уже. По-моему, 5 или 6 серий я вам выложила. И ещё, получается, 5, уже 6, надо будет вам выложить. Я уезжаю на этих выходных, и поэтому в ближайшие 3 дня будут выходить очень большое количество разных серий, потому что мне хочется их всех вам выложить. Они ещё лежат с Нового года, как минимум. То есть это очень огромное количество времени прошло. Вот. Кстати, вот тут раньше была комната Джонова, но теперь это вот какая-то огромная гардеробная. Я придумала так, что, то есть здесь лежат все свадебные платья девчонок, какие-то важные костюмы на важные мероприятия, смокинги пацанов, мальчиков, какие-нибудь, возможно, бальные платья, вечерние платья. Ну, в общем, вот такого рода. Вот. Свадебные платья точно все, давайте будем считать, что здесь хранятся. Вот. Это комната Шая. Кстати, она такая яркая комната, наверное. Это комната Ева, я всё не могу её достроить. Она в таком состоянии здесь и находится, но я как-нибудь возьму из-за неё. И останется у меня, получается, только раз-два-три комнаты в свободном плавании, получается. Вот так вот. Ну, в принципе, больше, наверное, ничего такого интересного нету. Можем с вами пройтись вот по домикам. Здесь живёт, собственно, самое главное семейство Лопенс в огромном доме. Элизабет у меня ждёт тоже своего часа. Дина, Дина, Дилан, Дэйв. Они скоро, не скоро, но покинут этот мир. Они уже прожилые персонажи. Да, кстати, Дин и Дина это будут последние блиняшки пока что в моей семье. Но потом кому-нибудь... У кого-нибудь, возможно, ещё новей близняшек. Я... Им... У них родятся близняшки. Почему не близнецы? Потому что с девочками играть интереснее. Мне за ними это нравится больше. Мальчики мне нравятся меньше. Не в плане, а в просто играть ими как-то скучнее. Потому что девчонок можно наряжать по-разному. У них можно сделать разный репертуар... Разный стиль, скажем так. У мальчиков, конечно, тоже так. Но у них просто брюки, рубашка какая-нибудь или футболка и всё. Например, Ева, кстати, такой интересный тоже. Не знаю, можно ли сказать, что у неё колоритный персонаж. Но это персонаж, который у меня постоянно ходит. Во-первых, с дредами. С такой необычной прической, правда? И она вроде как бы пацанка. Но при этом она такая необычная девочка. Очень такая... Не то чтобы дерзкая. Наверное, да, можно при неё сказать, что она дерзкий. Дерзкая женщина. Она не ходит в юбках, в брюках, в платьях. Предка, конечно. Она тоже ходит там... Как я сказала, случается крайне редко, но случается. Эти сапоги мне нравятся, но не капец как увеличивают ноги. Извиняюсь. У меня просто новый чехол, и я всё к нему привыкаю. Так что... Ещё хочу смонтировать все свадьбы, все дни рождения, ещё там какие-то есть у меня моменты, тоже вам выложить, наверное, в инстаграм. Согласитесь, это выглядит так себе сейчас. У меня, кстати, появилась новая прическа, и я знаю, кого её сделать. То есть, вы не поверите, но это будет как раз-таки Ева. Ну, вот она. Волны цвета. Вот, они очень красиво выглядят, и Еве очень идёт. Потому что у неё как раз-таки с дредами такая прическа похожая. Просто у неё дреда больше такой, как высоко, и на другую немножко сторону. А тут как бы, ну... Выглядит интересно. И вот мы сделаем вот так. Вот так. И, наверное, как-то, возможно, вот так. Надеюсь, эта женщина немножко сложнее оказалась, чем я думала, но... Такой вот на финал немножко моих мучений. Вот так примерно всегда и происходит переодевание персонажей. Потому что вроде ты... Извиняюсь вот за вот этот стук, а то у меня ногти стучат по экрану. Потому что ты видишь, что вроде ты что-то нашёл, но при этом в следующий момент ты понимаешь, что это вообще никак не сходится. Абсолютно. Ну, вот у меня сейчас примерно тоже такое же. Потому что вроде как бы я нашла... Вот, я нашла эту. Эту. Ну, вот так вот. Да, и ещё... Я уже говорила об этом, но ещё повторюсь, что у меня взлом игры... Ну, как взлом, у меня мод на деньги. Вот, потому что без мода играть очень сложно. Тут надо либо платить денежку, либо очень долго мучиться. Потому что, например, одно только событие в начале игры, например, про женитьбу, ну, про свадьбу в плане, он может длиться огромное количество раз. Потому что когда я первый раз играла без мода, это было очень сложно. Я так и не прошла это событие. И поэтому вот так вот. Ну, в общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, если вам понравилось. Хотела бы что-то сказать по поводу клипа, но ничего не могу сказать. Новостей вроде никаких таких больше нету. Ну, вот, будут, выйдут сегодня-завтра, послезавтра. В общем, до субботы точно, потому что субботу я уезжаю, и получается вот эти вот все три дня, среда, четверг, пятница. Возможно, даже сегодня уже начнется. Или сегодня я буду делать обложку. В общем, посмотрим, что будет сегодня. В общем, выйдут все серии, все части, скажем так. И все. Всех люблю, всех целую, всем пока. Пока.